Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная служба телеканала «Радуга-3». В студии Дмитрий Сурков смотрите сегодня, 20 марта, в нашем выпуске. Их задача – сделать нашу жизнь комфортной. Работники ЖКХ отмечали свой профессиональный праздник. Лыжня зовет, несмотря на весну. В Серноводске состоялись эстафеты среди команд-поселений. Меняется и только к лучшему. Сергиевский музей готовится к главному событию – к ночи в музее. Нет темпа, нет побед. Сборная Сергиевского района по мини-футболу неудачно провела серию домашних матчей в рамках областной спартакиады. Их труд мы почти всегда не замечаем и воспринимаем как должное. Однако, если возникают различные накладки, работники данной профессии получают от нас порцию критики. Однако, в минувшую пятницу в их адрес звучали только слова благодарности и поздравления. Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства отмечали свой профессиональный праздник. 19 марта свой профессиональный праздник отметили работники жилищно-коммунального хозяйства. Традиционно этот день отмечается в 3 воскресенье марта. В этот праздник поздравления принимают все те, кто следит за комфортным проживанием населения. 17 марта, накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства в РДК «Дружба» состоялся праздничный концерт, посвященный всем сотрудникам данной сферы. В вашей компании работают очень ответственные люди. И каждый знает на слух, на память, где проходит какая труба, где проходят какие-то коммуникации. И в большей степени это все в голове. Где какая задвижка. В общем, именно профессионализм ваших ветеранов, которые передают опыт молодому поколению и говорит о том, что мы ежедневно получаем все блага. В концерте приняли участие исполнители и творческие коллективы Сергеевского района. В течение всего мероприятия для присутствующих звучали не только поздравления. Особо отличившиеся на профессиональном поприще приняли участие в торжественной церемонии награждения, где получили особое признание за свои заслуги. Награждается ветер Сергей Иванович, мастер по ремонту ремонтно-строительного участка. Очень большое количество россиян сегодня трудятся в этой сфере. И работа многих из них далеко не самая простая. Нелегкий труд, к примеру, у одного из сотрудников ЖКХ, жителя села Кармала-Отделяково, Никитина Ивана Алексеевича. Раньше он работал в родном селе, но со временем перебрался на работу в Сергеевск. И вот уже седьмой год работает здесь слесарем-сантехником аварийно-диспетчерской службы. И за свой ответственный труд Иван Алексеевич оказался в числе награжденных. За многолетний добросовестный труд в связи с профессиональным праздником. Ответственная и сложная работа. Порывы устраняем, где батареи, где что, по квартирам, по подвалам, трубы меняем, где аварийные участки. Вода, отопление – те блага, к которым каждый из нас привык в современном обществе. И чаще всего мало кто осознает, сколько трудовых часов, сколько сил простого рабочего, уходит на создание комфортных условий. Жилищно-коммунальное хозяйство подразумевает обеспечение бесперебойной работы водопровода, канализации, теплоснабжения, занимается капитальным ремонтом зданий, текущим ремонтом внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем, отвечает за благоустройство придомовых территорий. Вот все то, что направление делает наша коммунальная компания, это как раз во благо нашего жителя, наших жителей Сергиевского района. Пользуясь таким моментом, я хочу поздравить всех и ветеранов отрасли, и действующих всех сотрудников нашего предприятия со столь замечательным праздником, потому что наша работа, она всю жизнь связана с неотъемлемым взаимоотношением с населением нашего района, нашей губернии, нашей страны. Пожелать бодрости духа, оптимизма, терпения, побольше нам благодарных жителей, потому что все равно критика у нас тоже присутствует с стороны жителей, но культуру повышения людей в плане своих сотрудников, безусловно, надо с каждым годом повышать отношение к своей работе, надо повышать предоставление качественнее, коммунальных услуг предоставлять. Поэтому здоровья всем, процветания, мирного неба над головой, всех от души еще раз поздравляю с самыми искренними, сердечными поздравлениями. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, информационная служба телекомпании «Радуга-3». Праздник спорта и здорового образа жизни. Вчера в Серановодске состоялись очередные лыжные соревнования. На сей раз сильнейших выявляли в эстафетах борьбу за победу вели команды поселений. Спорт на дистанциях был довольно жарким. В воскресенье 19 марта на самой популярной в Сергиевском районе лыжной трассе в Серановодске состоялись любительские муниципальные лыжные старты. Этот забег собрал в весеннем лесу около 200 человек. Среди них те, кому близок спорт, активное времяпрепровождение и здоровый образ жизни. Задача основная – популяризация здорового образа жизни. В большей степени это не профессионалы, а просто любители лыжни. Любители спорта и здорового образа жизни. Традиция заключается в том, что поселения в это время собирают всех любителей лыж на нашей лыжне. И соревнуемся между поселениями. Это уже стало традиционно. У нас очень много лыжных традиций. К нам приезжают и с других областей, и с других районов. Участниками спартакиады стали более сотни сельчан. 11 поселений Сергиевского района выставили свои команды, состоящие из четырех женщин и четверых мужчин. Причем впервые представила свою команду и сельское поселение Либовка. Все участники рассматривают лыжный спорт как хорошее хобби, полезное со всех сторон. К примеру, Виктория сейчас уже трудится в родном поселении Воротни. Но школьную лыжную традиции не придает. В первую очередь полезно для здоровья. Свежий воздух, физическая активность позволяет тренировать мышцы, дыхание. Он просто даже полезен не только для здоровья, а для души. Всем участникам желаю, в первую очередь, хорошей, позитивной настроей на победу. Даже если какая-то команда не выиграет, проиграет, в общем, это все равно здорово. Это сплощает, мне кажется, людей. Даже просто хорошее настроение – это и есть победа для самого себя. Особый стимул для всех любителей лыжного спорта, приехавших на лыжню 19 марта – это участие в забегах именитых сергиевских спортсменов. К примеру, Петр Кузнецов совсем недавно вернулся с медалями из Швейцарии, где участвовал в лыжных гонках ветеранов спорта. Скажите, а с чего надо начинать, чтобы такую форму набрать? Как? Ну, тренировки, тренировки, с льмой и летом. Постоянные тренировки. Без этого ничего не покажешь. Молодежи желаю здоровья, любить спорт, неважно какой, лыжный. Если вы этот вид спорта любите, у вас результаты будут. А не так, из-под палок никто хорошие результаты не покажет. Как отметили сами лыжники, трасса была отлично подготовлена в день этих общерайонных соревнований. Погода подбадривала теплом, ярким солнцем и шепотом просыпающегося от зимнего сна леса. Кроме того, всех завершивших забег 19 марта ждала еще и горячая, добрая каша. Как одна из традиций сергиевских лыжных соревнований. В итоге этого забега определились победители. Среди центральных поселений сергиевского района бронзу взял Сургут, серебро Суходол и золото Серноводск. А среди периферийных третье место получила Калиновка, второе Захаркино и опередила всех Кармала Аделякова. Екатерина Фарисея-Ермакова, Руслан Зубрик для информационной службы телекомпании «Радуга-3». О том, что сергиевский музей меняется буквально на глазах, рассказывать, наверное, не нужно. Изменяется и целый список мероприятий. Это экскурсии, всевозможные мастер-классы, видеопрезентации. Изменились и стеллажи, полки и тумбы. В общем, сергиевский историко-крывеческий музей полным ходом готовится к главному мероприятию года – к ночи в музее. Легкость, прозрачность и незаметность – ключевая идея в дизайне новых витрин, которые украсили сергиевский музей. Вот уже несколько лет это учреждение работает не только над тем, как разнообразить и сделать интереснее экскурсии, но и как обновить залы, экспонаты и мебель в том числе. Сейчас сотрудники активно готовятся к ежегодной акции «Ночь в музее». А это не только программы мероприятий. Сейчас завезли нам еще четыре комплекта экспозиционной музейной мебели, современной подсветкой. Выполнены это по спецзаказу, именно по нашему спецзаказу, так как мы разработали эскизы и, разумеется, использовали все пространство, которое у нас есть в музее, по максимуму. В новых витринах уже разместили информацию. Сейчас она рассказывает о мастерах декоративно-прикладного творчества. Оформлено все в современном варианте. Каждый мастер представлен, что называется, в лицо. Также к личной фотографии обязательно идет аннотация с краткой биографией. Места хватает и для работ мастера. Что немаловажно, это функциональность и вместительность нового оборудования. Музей обладает огромными фондами. Чтобы больше показать посетителю, необходимо много места. Мы видели такие удобные шкафчики, где мы можем размещать теперь реквизиты. И, в принципе, детки, кто к нам приходит сюда в музей, они могут складывать из наших кубиков какие-то, постройки делать. Это им очень нравится. Конечно, у нас есть кубрики, есть очень мягкий паласик для них. Это деткам очень нравится, это интересно. И, по крайней мере, доступно для детей. Они сами открывают, они сами складывают, они сами все закрывают. Очень интересная мебель появилась для аннотаций о выставленных художественных работах. Кроме того, стеклянные накопители послужат и для выставок наград исторических документов, например, ко Дню Победы. Появилась и новая экспозиционная мебель для археологических выставок. Также оформляется и лавка купца Смирнова. Нашлись даже его родственники. Они готовы передать в музей достоверную информацию и некоторые экспонаты. Конечно, вся работа ведется не без помощи районной администрации и спонсоров. Совместная работа и администрации, и наших спонсоров, и жителей района в итоге дает вот такой результат, что наш музей приезжает даже из других районов перенимать опыты, приезжает даже посмотреть, какая у нас экспозиционная мебель, потому что продуманный цвет, очень интересный и очень приятный на взгляд для наших посетителей. И еще одно новшество. Теперь углубленную информацию о выставках и экскурсиях можно прочесть на информационном стенде, установленном около музея. Несмотря на то, что в музее днем и ночью кипит работа, здесь рады каждому посетителю. Надежда Щипакина, Александр Семкин, телекомпания «Радуга-3». Легкий весенний оптимизм, навеянный прохладой. Так можно охарактеризовать погоду, которая предстоит нам в ближайшие дни. О ней далее и поговорим. По прогнозам синоптиков, заключительная полная неделя марта подарит нам прежние минусовые температурные значения при отсутствии осадков. Лишь в пятницу ожидается небольшой дождь. Во вторник и среду ночью температура будет минус 7, минус 10 градусов. Днем же столбик термометра покажет от минус 5 до нуля. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, порывы незначительные. До плюсовых температур мы доберемся только в субботу. Однако ясно, данный прогноз лишь предварительный. Все может измениться уже завтра. Спартакеада Самарской области по мини-футболу постепенно набирает обороты. Накануне в Суходоле были сыграны матчи второго тура. Сборная Сергеевского района под руководством наставника Джамиля Миначева принимала участие в двух встречах и в обоих выглядела, к сожалению, неубедительно. На прошлой неделе стартовал турнир Спартакеада Самарской области по футболу среди команд муниципальных районов. Сергеевская сборная под руководством наставника Джамиля Миначева провела две встречи в Кенельском районе и в обеих добилась успеха. Наш коллектив переграл соперников из Кенеля и Хворостянки. Стопроцентный показатель набранных очков на старте делал нашу команду лидером турнира. Продолжить в победном ключе необходимо было в минувшую субботу. Игры второго тура проходили в Суходоле. Под куполом Олимпа Сергеевцев ожидали два нелегких оппонента. В первом матче хозяева, они вышли на игру в форме белого цвета, встречались с футболистами из Кенель-Черкасского района. Игроки в темных майках стартовали в турнире неплохо, сыграв в ничью с чемпионом, командой из Большой Глушицы, и переиграв серебряного призера прошлого года сборную Изборского. Столкновение льда и пламени так можно было охарактеризовать то, что происходило на площадке. Одни горели желанием порадовать своих болельщиков результативной игрой, а другие расчетливо использовали предоставленные шансы. Сначала игроки из Кенель-Черкас реализовали стандартное положение, затем в середине тайма воспользовались оплошностью серьевской обороны. Камо Брайан сократил отставание за несколько минут до перерыва, буквально прошив мощным ударом руки галкипера гостей. Во втором тайме хозяева беспрерывно штурмовали ворота соперника, но не хватало удачного завершения комбинаций. Позиционное нападение всякий раз натыкалось на хорошо сбалансированную и организованную оборону соперника. В итоге в конце матча наши пошли ва-банк и пропустили две контратаки. Поражение 1-4 стало серьезным ударом, нужно было реабилитироваться во встрече с командой Ставропольского района, и поначалу вроде бы все говорило о том, что хозяева нащупали наконец-то свою игру. Быстро забив, серьевцы прибрали инициативу к рукам, и даже пропущенный мяч не повлиял на решительный настрой. А вот во второй половине что-то снова сломалось в действиях хозяев, они стали действовать медленно, пропал огонь в глазах, отсутствие остроты у чужих ворот и ошибки у своих быстро перевернули все с ног на голову. Хозяевам удалось выйти вперед, Марат Таразанов в концовке сократил оставание до минимума, но не более. Серьевск уступил со счетом 3-4, потерпев второе поражение за два часа. Теперь на счету нашей команды 6 очков после четырех матчей. Следующий тур пройдет в ближайшую субботу. Подшефные Джамиля Меначева сыграют со сборными Большеглушицкого и Борского районов. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В завершении выпуска переходим к материалам наших губернских коллег. Передаем им слово. Экономическая ситуация в регионе непростая, но при этом социальные обязательства перед населением выполняются. С 1 марта за счет перераспределения средств внутри системы. Теперь дополнительную поддержку получают люди, оказавшиеся за чертой бедности. Их в области более 60 тысяч. Им пособие увеличили в три раза, со 150 до 500 рублей. Для многодетных вырос размер компенсации за ЖКУ с 30 до 50 процентов. Стали больше выплаты опекунским и приемным семьям. А те из них, у кого три и более детей, приравняли к многодетным. На совещании губернатор еще раз подробно объясняет, для чего это было сделано. Общественники озвучивают свои предложения. В январе всем пенсионерам было выплачено по 5 тысяч. Вот предусмотреть какую-то единовременную выплату или по итогам полугодия, в зависимости от экономической ситуации или по итогам года, определенным категориям, которые наиболее нуждаются в этой поддержке, ее выплатить. Губернатор отметил, уже есть поручение разработать такой механизм. Не исключено, что будет создан специальный фонд. Его средства направят в том числе ветеранам труда и другим категориям населения, которые недополучат в ходе реформ часть поддержки со стороны государства. На помощь малоимущим пойдут и сэкономленные на управленческом аппарате деньги. За счет сокращения автопарка, ликвидации ГУПов, снижения на 10% зарплат госслужащим. Всего высвобождается около 3 миллиардов рублей. Порядок нужен и в сфере ЖКХ. Нарушает федеральный закон, жилищный кодекс называется. До 1 числа следующего месяца управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, обязаны представить жителям собственные платежные документы. До 1 числа. У нас квитанция приходит после 10-го. По последним данным, 15% получателей компенсации на ЖКУ деньги еще не пришли. Кроме того, с введением новых механизмов предоставления выплаты выяснились интересные факты. Часть льготников сменили место жительства на другой регион. Есть и вовсе мертвые души, в прямом смысле этого слова. А 20% от общего числа тех, кому компенсация положена, вообще в числе должников. То есть ЕДВ на ЖКУ они получали, а за услуги не оплатили. Мы сейчас поставили задачу. В течение трех месяцев, те, которые не перейдут на прозрачную систему через единый расчет, расчет платежей, мы будем с каждым управляющим компанией персонально разбираться. Персонально. Я это сказал председателю правительства. Может и он потерять свою должность, и жилищные инспекции, и другие люди. Если мы последователи, не пойдем и не будем решать этот дом. Все эти меры позволят жестче контролировать деятельность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Губернатор подчеркнул, наведение порядка позволит не просто сэкономить сотни миллионов, а то и миллиардов бюджетных рублей, но и ликвидировать незаконные схемы увода денег из региональной казны, как в сфере ЖКХ, так и в сфере транспорта. Еще одна мера – ограничение количества поездок по социальной карте до 50. До 1 февраля этого года, напомню, был безлимит, чем пользовались не только добропорядочные льготники, но и предприимчивые граждане – 300 и даже тысячу поездок в месяц по одной карте. Исключить саму возможность проводить махинации такого рода – вот главная задача нововведения, чтобы бюджетные деньги шли действительно по назначению, а не в чьи-то карманы. Нам надо это понять и забыть навсегда, что мы с этими подходами будем уползать и уползать вниз. Все становятся провинциальными, провинциальными, провинциальными. Если нет эффективной системы управления, эффективной системы социальной защиты, где тратится почти треть бюджета, если треть бюджета тратится, из этой третьей бюджета треть разворовывается, что ты можешь сделать? То, которое можно определить на 50-100 лет будущей области. Мониторинг по транспортным картам будет вестись до конца марта. Если кому-то установленного числа не хватает, по объективным причинам обсудят варианты. Пока лимит превысили только 4%. Параллельно прорабатываются различные механизмы дополнительной поддержки особых категорий людей. В их числе дети-инвалиды и сопровождающие их люди. На новые принципы предоставления льгот уже перешли и другие регионы страны. Так, в Пензе по числу поездок установлен порог в 40, в Нижнем Новгороде 39. Компенсация вместо ЕДВ на ЖКУ уже с 2016 действует по всей России. Самарская область перешла на общероссийский стандарт только с этого года. Искажение информации, когда на митингах, к примеру, говорят, что в Самарской области отменили льготы. Не отменили. Перераспределили деньги среди тех, кого действительно нужно поддержать. Решения не простые, но необходимые. Николай Иванович, вот здесь время вы на себя ввалили, конечно, тяжелейшее. Но у вас колоссальное доверие народа. Его надо использовать для того, чтобы нам выводить экономику из кризиса именно тем, чтобы часть доходов перераспределять на развитие. И, может быть, я уверен, это должно стать примером и для всей страны. Деньги должны идти на развитие всех приоритетных направлений. Это касается промышленности, сельского хозяйства, образования, медицины. Участники встречи подчеркнули. Все принятые меры позволят вывести экономику региона из страны, из кризиса и сделать все для будущего развития. Виталий Портов, Сергей Павлов. Новости губернии. На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. Во вторник, 21 марта, на территории Сергеевского района ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха 0 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер восточный 4 метра в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok